Развитие сотовой связи и интернета сделало эти блага цивилизации для всех нас практически незаменимыми. Без современных средств связи и получения свежей информации трудно даже день обойтись. Но есть здесь и свои минусы. Новые технологии дают доступ к информации и открывают широкие возможности для нечестных людей. Поэтому одним из самых массовых видов преступлений остается, к сожалению, телефонное мошенничество. 58 таких преступлений совершено в Славянском районе с начала года. В 21 случае мошенники представлялись работниками банков. Столько же преступлений связано с покупками в интернете. В пяти случаях злоумышленники выдавали себя за полицейских. Жертвами преступников могут стать все категории наших сограждан, невзирая на возраст и род деятельности. Оградить от мошенников в первую очередь способны лишь внимательность и здравомыслие самих граждан. Распространено получение сведений о банковской карте при покупке и продаже товаров на различных интернет-площадках, сайтах, бесплатных объявлений. Просьба к предоставлению денежных средств родственнику или знакомому. Чаще всего через социальные сети, доступ к которым взлавливаются злоумышленниками по телефону. Телефонные мошенники и их сообщники – это зачастую люди, которые уже отбыли или еще отбывают наказание в местах лишения свободы. Такой способ добывания денег им кажется довольно простым. Главное, на чем они играют – неосведомленность и доверчивость людей. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо выполнять несложные рекомендации. Убеждайтесь в достоверности информации, полученной в ходе телефонного разговора или интернет-пересписке с неизвестными. Они могут предоставляться сотрудниками правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, банковских учреждений. Обязательно свяжитесь с теми, от имени кого с вами связываются, и убедитесь в правдивости информации. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более пароли от них. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые вам указывают неизвестные лица. В целях предотвращения подобных преступлений огромную роль играет профилактика. Поэтому сотрудники отдела МВД России по Славянскому району постоянно организуют мероприятия, на которых информируют славянцев о новых способах мошенничества. Как говорят, предупрежден, значит вооружен. Очень важно не спешить сохранять хладнокровие, чтобы не попасться на удочку злоумышленникам. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Продолжение следует...